Здравствуйте! Для того, чтобы быстро и крепко заснуть, нужно соблюсти простые правила. Не ложиться поздно, не листать ленту и не переедать. Но есть и более конкретные лайфхаки. Например, наволочка из шелка. Вот и йота, говорят, нужно обязательно брать с собой в постель. Именно шелковые наволочки оказываются гораздо более полезными для здоровья, чем могут показаться. Уж больно положительно они сказываются на здоровье. Дело в том, что гладкая текстура шелка достаточно эффективна в борьбе с акне, рассказывают дерматологи. Такие наволочки мягче действуют на кожу, не провоцируют разных высыпаний и не так травматичны для людей с чувствительной кожей в сравнении с теми же хлопковыми наволочками. Хлопок во время сна быстро впитывает натуральный жир, а также бактерии с лица и волос. Весь этот букет в итоге скапливается на наволочке. И, ложась в очередную ночь на эту же подушку, все эти бактерии на наволочке опять же соприкасаются с кожей лица. Шелк нередко используют в медицинских целях. В основном потому, что он борется с акне и другими заболеваниями кожи. Причина кроется в плотном переплетении нитей, которая не позволяет шелку задерживать пыль и собирать бактерии. Сон на шелковом белье гораздо более гигиеничен. При этом наволочку нужно менять не реже, чем хлопковую, особенно тем, кто страдает заболеваниями кожи. Поверхность шелковой ткани идеально гладкая. Она не царапает волосы и кожу головы, сохраняет влагу, а также к утру не оставляет заломов на лице, что в принципе часто бывает утром при хлопковой наволочке. Ночь – это лучшее время для восстановления кожи. И если учитывать то, что в среднем на сон мы тратим 6,5 часов, а кто-то и 8-9, то следует дополнительно помогать организму и использовать это время по максимуму. Шелк благоприятно влияет не только на кожу лица, но и на волосы. За счет того, что пряди не трутся, а грубую поверхность наволочки, они становятся гладкими и совсем не электризуются. У многих волосы даже немного разглаживаются, а секущихся концов становится намного меньше. Редактор субтитров А.Семкин